Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я с большим удовольствием хочу представить вам новый цикл передач «Разговор с юристом». Теперь каждый вторник мы будем отвечать на ваши вопросы, которые касаются юридической сферы. А экспертом нашей программы будет генеральный директор компании «Юроктив» Роман Госяк. Роман, добрый вечер! Здравствуйте! В качестве темы для первой программы мы решили выбрать вопрос защиты прав потребителей. Действительно ли споры, которых привлекаются потребители, самые простые, самые легко решаемые? И так ли это на самом деле и почему? Значит, тема действительно актуальна. Люди, скажем так, выходя из дома, всегда сталкиваются с этой проблемой. Права потребителей, ну в общем, они распространены, начиная от приобретения билета в автобусе и заканчивая от приобретения машины, квартиры или каких-то иных больших, скажем так, объектов. Значит, что касается темы защиты прав потребителей, действительно, она очень развита в нашем государстве, особо охраняема. Значит, предусмотрен специальный закон о защите прав потребителей, который регулирует эти отношения, связанные с приобретением товара, в случае возникновения недостатков, значит, возвращением этого товара, при получении обратно денежных средств, уплаченных за него и иных вопросов, которые могут возникнуть. Но действительно ли потребителям легко отстоять свои права? Значит, действительно это так. Почему? Потому что наше законодательство одно из передовых, скажем так, во всем мире, которое гарантирует, прежде всего, права потребителей. Скажем так, права потребителей в большей мере, нежели права изготовителей, продавцов или иных организаций, которые, скажем так, оказывают услуги, продают товары, в большей степени гарантируют. То есть потребителю очень просто на сегодня обратиться с претензией в случае, если действительно есть какие-то недостатки, дефекты, и потребовать не только, скажем так, предусмотренного законодательством каких-либо выплат за товар или еще каких-то денежных требований, но и просить неустойку, штрафы многочисленные. Это действительно так. Давайте подробнее расскажем, с чего нужно начинать, если обнаружен недостаток товара или услуги. Первым делом, конечно же, нужно писать претензию. То есть после того, как мы составили претензию, ее необходимо передать продавцу. Продавцу или изготовителю товара. Лучше всего это сделать в письменном виде, подготовив соответствующую письменную претензию в двух экземплярах и передать один экземпляр продавцу или изготовителю. На своем экземпляре попросить, чтобы поставили входящее, чтобы было доказательство своевременной передачи этой претензии. У организации, которая получила претензию, есть срок 10 дней, в течение которого она обязана ответить. Бывают случаи, когда недобросовестные продавцы отказываются принимать претензию. Я думаю, что тут не стоит скандалить, либо каким-то иным образом пытаться ее вручить. Можно ее отправить по почте с заказным письмом, с описью и с уведомлением о вручении. Претензию мы составляем в свободном виде, да? Да, в свободном. Не обязательно какие-либо указывать нормы или еще что-то. То есть описываем свою проблему, указываем тот недостаток, который мы выявили и направляем ее. А часто споры решаются в досудебном порядке, то есть после предъявления претензии? Такое бывает, но на самом деле чаще эти споры заканчиваются мировым соглашением, когда уже дело принимают в суд. То есть, как правило, когда потребитель обращается, продавец находит какой-то надуманный довод и отвечает отказом. Но когда уже дело передают в суд и продавец опасается за, скажем так, санкции какие-то, штрафы, пении, иные последствия, то есть он опасается и на стадии рассмотрения дела в суде договаривается с потребителем и возмещает ему, и удовлетворяет его требования. Роман, я предлагаю перейти к вопросам, которые оставляют Архангелогородцы в группе ВКонтакте, которая называется ЮРАКТИВ. Кстати, туда можете писать и вы, дорогие телезрители. Вам обязательно ответят в группе или ваш вопрос мы подробно разберем в эфире нашей программы. Я предлагаю перейти к вопросам. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой. Что делать? Действительно бывают такие проблемы. Приобрели товар и через непродолжительное время обнаружили в нем какой-то недостаток. Необходимо, как я уже и сказал, обращаться с претензией. Если продавец ответил вам отказом, значит, или, как в данном случае указал, что ноутбук был залит водой, необходимо, если потребитель уверен в том, что он не заливал его водой, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением и уже в рамках рассмотрения дела в суде заявить ходатайство о проведении судебной экспертизы. Суд поручит провести такую экспертизу и будет установлен вопрос, является ли этот недостаток производственным и в результате чего он возник. И уже в рамках рассмотрения дела в суде отстаивать свои права. Но судебная экспертиза — это, соответственно, какие-то затраты. Кто их несет? Действительно, как на стадии написания претензий, так и на стадии рассмотрения дела в суде могут возникнуть расходы. В том случае, если потребитель докажет свои требования и обоснует их, и суд их удовлетворит, то все понесенные издержки можно будет взыскать с ответчика, предъявив эти суммы к взысканию. А может возникнуть такая ситуация? Человек не заливал водой, а экспертиза покажет, что действительно заливал, и тогда издержки понесет потребитель. Да, действительно, может быть такая ситуация о том, что заливал, не заливал, это уже останется на совести потребителя. Но если будет установлена экспертиза, и экспертиза будет дана не в пользу потребителя, то действительно потребитель должен будет оплатить в том числе стоимость экспертизы. Роман, я предлагаю перейти к следующему вопросу. Здравствуйте. Купила мобильный телефон, он стал глючить, забрали на экспертизу, через 20 дней позвонили и сказали, что я могу обменять на другой. Вопрос, могу ли я вернуть деньги за телефон? В каких случаях действительно мы должны менять товар на такой же или дороже, а в каких случаях мы имеем право вернуть затраченную сумму? С законом о защите прав потребителя предусмотрены те требования, которые может заявить потребитель. К ним относятся в том числе как требования о замене товара на товар надлежащего качества, так и требования о возврате денежных средств. Значит, тут потребитель волен сам выбирать, что он хочет. То есть он обращается с требованием и заявляет то или иное требование. На любой стадии, если будет консенсус между продавцом и потребителем, это требование может быть заменено. Часто бывает, что потребитель обращается, прошу мне вернуть деньги, а продавец, обнадежив его, предлагает ему обменять приобретенный товар и стороны договариваются на этом этапе. Но если продавец настаивает на том, чтобы потребитель получил товар? Это незаконно. То есть продавец не может определять за покупателя его требования. Если покупатель настаивает о том, что необходимо мне вернуть деньги, значит ему необходимо вернуть деньги, если его требования обоснованы. Что делать в таких ситуациях, если продавец отказывается? Опять же идти в суд. То есть с требованием именно выплатить денежные средства, оплаченные за товар. Сначала мы пишем претензию, потом мы... Да, если нет ответа или ответ отрицательный, можно обращаться в суд. Наверняка люди боятся, многие вот этих, может быть, хлопоты как-то останавливают, издержки какие-то, опасения издержек. Часто ли вообще люди доходят до суда? Или чаще всего остаются с этим товаром некачественным и пускают на самочек? На самом деле действительно очень много ситуаций, когда люди либо от правового нигилизма, либо от нежелания связываться, то есть они забывают про это, либо проходит время, то есть они не обращаются ни с претензией, ни в суд с исковым заявлением. Но, скажем так, на сегодня ситуация меняется, люди все чаще отстаивают свои права, обращаются не только с претензиями, но и с исками в суд и успешно отстаивают свои права. Роман, что такое гарантийный срок товара и что делать, если он истек? Значит, на товары либо продавцом, либо изготовителем устанавливается гарантийный срок. Гарантийный срок — это такое понятие, в пределах которого потребитель вправе обратиться к продавцу, либо к изготовителю и заявить требование о замене, о возврате денежных средств, если был выявлен недостаток. Вообще, скажем так, это понятие, если смотреть на него с юридической точки зрения, оно только лишь порождает с собой определенные последствия. Если возник недостаток и потребитель заявил на стадии еще действия гарантийного срока, то значит время доказывания всех обстоятельств, связанных с этим, ложится на продавца, либо на изготовителя. А если же, скажем так, гарантийный срок истек, то покупатель должен сначала доказать наличие недостатка и, соответственно, предъявить свои требования продавцу. То есть это происходит на практике следующего момента. Если гарантийный срок на товар истек, но возник недостаток и потребитель считает, что этот недостаток является производственным, то есть не возник в процессе эксплуатации, а возник в связи с тем, что товар некачественный, он заказывает экспертизу, поручает проведение, ставит на разрешение вопрос определенный. Если в результате экспертизы подтверждается, скажем так, позиция потребителя, то он обращается уже с доказательством, именно с этим отчетом эксперта, к продавцу и продавец рассматривает это требование. Экспертиза это назначается именно судебным порядком? Если уже истек гарантийный срок, то потребитель самостоятельно заказывает экспертизу, устанавливает наличие дефекта и потом идет... Как это можно сделать? Можно обратиться в соответствующие организации, которые занимаются экспертизами. Все зависит от того, какого характера необходимо провести экспертизу. Если мы говорим, что товары какие-то повседневные, очень часто бытовая техника, телефоны, компьютеры, то это соответствующие организации, эксперты, которые могут провести соответствующие исследования и дать ответ на поставленный вопрос. А кто устанавливает этот гарантийный срок? Иногда кажется, что все-таки тот гарантийный срок, который устанавливает продавец, он не совсем адекватен, не совсем соответствует действительности. Так ли это на самом деле? Действительно, гарантийный срок устанавливает продавец, либо изготовитель, либо организация, которая реализует товар. В пределах гарантийного срока можно обратиться к соответствующими требованиями. Но адекватный он или неадекватный, это уже судить покупателю, потому что люди, которые приобретают тот или иной товар, они смотрят на гарантийный срок как на одну из составляющих этого товара, в пределах которого можно этот товар обменять, либо вернуть за него деньги. Роман, а что такое 14-дневный срок, в который мы можем вернуть товар или обменять? Вроде бы мы все про это знаем, но не так часто пользуемся этим правом. Да, действительно, законом предусмотрен срок, в пределах которого можно обменять товар надлежащего качества, если он вам не подошел по цвету, по размеру, по фасону, либо по каким-то иным причинам, но при этом главное понимать, что этот товар должен быть сохранен в употребительских качествах, то есть на нем должна быть этикетка. То есть, если, допустим, вы приобрели обувь и обнаружили, что она вам не подходит по размеру, то вы ни в коем случае не можете в ней выйти на улицу, то есть она не должна быть в употреблении, эта обувь. И тогда можно обратиться к продавцу, попросить обменять аналогичный товар другого размера, и продавец обязан удовлетворить это требование. Если не сорваны этикетки, если товар не был в употреблении, то сохранился чек. И вернуть деньги мы тоже можем за этот товар? Нет, вернуть деньги нет. То есть этот срок 14-дневный предусматривает ваше право на обмен товара надлежащего качества. То есть вы пришли, приобрели товар, обнаружив дома, что, допустим, сделали это не совсем подумав, то есть не подошел ли по размеру, либо еще как-то. То есть вы решили его обменять. То есть этот товар исправен, он соответствует тем целям и сдачам, которым он должен соответствовать, но вот он вам не подходит, ну как я приму, по размеру. Тогда вы можете обменять. То есть этот срок установлен на то, чтобы вы могли заменить товар, который вам не подошел. А если нет аналогичного вот такого размера? Да, тогда может быть между сторонами достигнуто соглашение, что может быть обмен на другой товар, там с доплатой или без доплаты. То есть это уже... То есть в любом случае мы должны вернуться с покупкой, да, в пределах этого магазина? Да. А с какого дня исчисляется этот срок? Со дня покупки или с последующего? Нет, однозначно исчисляется со дня покупки, но срок, как и любой процессовый срок, начинает течь со следующего дня. То есть если вы приобрели первого числа товар, то... А следы тонального крема, что-то еще? Возвращаешься, тебе говорят, нет, этого не было, мы продавали вам хорошую вещь, вы сами ее испачкали. Я предполагаю, что действительно такое может быть, потому что товары меряют, либо каким-то образом просматривают другие потребители. Действительно можно обратиться, но важно понимать, что нужно доказывать то обстоятельство, на которое вы ссылаетесь, о том, что тот или иной недостаток, он возник до передачи вам товара. Если же, допустим, скажем так, вы обнаружили уже приедя-то домой, то сложно будет. Конечно, возможно все доказывать, если вы там каждое свое движение фотографировали и потом сможете доказать, что этот товар, который вы только что приобрели, он уже имел этот недостаток, но в силу там неосмотрительности или еще каких-то нюансов вы его не заметили. То есть речь стоит о том, что можно будет, конечно, заявить какое-то требование, но надо будет доказать его. Это будет сложно. Скорее всего, если там дело дойдет до суда, допустим, это какая-то дорогая вещь, то суд будет проигран потребителям. Легче отстирать, в общем, грубо говоря, и зашить. Да, нельзя так сказать, что суд будет проигран или не проигран. То есть нужно в таком случае, скажем так, руководствоваться тем, что суд, он всегда изучает дело индивидуально. То есть нельзя сказать, и те или иные доказательства могут лечь как в одну сторону, так и в другую, принять решение. И поэтому, да, с большой долей вероятности, что в таких требованиях будет отказано. Но вдруг найдутся какие-то доказательства. В том числе такими доказательствами могут быть свидетельские показания. Но, скажем так, ситуация такая, она неоднозначная и очень сложная. Обязательно нужен чек для возврата товара или денег? Нет, чек не обязателен. Значит, это указано в законе о защите прав потребителей. Но я рекомендую потребителям сохранять чеки. То есть это, скажем так, упростит процедуру обращения с претензией и обращения в суд. То есть помимо того, что нужно будет доказывать приобретение товара именно у этого продавца, чек содержит очень важную информацию. В чеке написано на именовании юридического лица или индивидуального предпринимателя, кто вам реализовал товар. То есть там указаны иные данные для того, чтобы идентифицировать и указать как в претензии, так и в заявлении того, к кому мы обращаемся. Но, по сути, если мы потеряли чек или выбросили его случайно, в этом ничего страшного нет. Да, ничего страшного нет. Можно обратиться в суд и доказывать, что товар был приобретен именно у этого продавца. А упаковку, как долго ее нужно хранить? Это действительно для многих проблема? Допустим, если купили холодильник или телевизор, долго ли вот это все дело нужно держать дома? Да, действительно, от холодильника или от телевизора коробки могут быть очень большими, но хранить их не обязательно. То есть если вы приобрели товар, распечатали, проверили, что все работает в надлежащем виде, то есть вы можете коробку, скажем так, выкинуть. Но в случае возникновения впоследствии каких-либо недостатков, то, что вы не сохранили коробку, вас не вызовет каких-либо проблем. То есть на следующий день даже, если у меня сломается этот телевизор, я могу спокойно его вернуть и совершенно не будет причины для отказа, отсутствия упаковки. Да, да. То есть если вы заявляете требования в связи с наличием недостатка в товаре, то коробка не имеет значения. Вот если вы заявите требования о замене товара на товар надлежащего качества в 14-дневный срок, то коробку сохранить нужно. То есть есть такой перечень, который предусматривает определенный вид и наименование товаров, которые не подлежат обмену в этот самый 14-дневный срок. Например? Сложные товары, например, товары, связанные с личной гигиеной, то есть такие товары не подлежат обмену. А в каком порядке можно менять продукты или возвращать денежные средства за продукты питания, ненадлежащего качества? Открыли икру, да, допустим, она не свежая, плохая. Что делать? Первым делом, значит, нужно собирать этот товар, то есть... Обратно с бутербродов. Да. Складывать его обратно в упаковку и нести с претензией к продавцу. А в какой срок? Если, допустим, 1 января, да, или 31 декабря открыли икру, когда нам бежать? В тот же день нужно обязательно или в прошествии какого-то срока? Ну, вообще лучше обратиться сразу, как будет такая возможность. Почему? Потому что вы обнаружили недостаток, вы должны о нем заявить. И, соответственно, для продуктов питания какие-либо, скажем так, ну, и не только для продуктов питания, для любых требований, если вы обнаружили недостаток в товаре, то лучше сразу заявить об этом. А если ты уже использовал там половину этого продукта, ну, не попробовав? Есть возможность какая-то... Сложно представить такую ситуацию. Ну, вылили, допустим, половину банки сметаны. Остальное оказалось там прокисшей. Ну, вероятнее всего, конечно, продавец будет указывать, что вы половину вроде как использовали по назначению, а половину хотите... Испортили продукты, да, и другие вот в этот там пирог, скажем так. Но если будет доказано и установлено, что не соответствует вот эта вот половина тем ГОСТам или стандартам, которые должны быть реализованы, то, соответственно, в любом случае ваши требования должны быть. Какие неустойки может получить потребитель, когда его права нарушены? Законом о защите прав потребителя предусмотрены, скажем так, компенсирующие проблемы потребителя, неустойки и штрафы. Они различаются по виду и, скажем так, по размеру. Если мы предъявляем требования о замене или какие-то иные требования товара ненадлежащего качества, и наши требования удовлетворены в ненадлежащие сроки, то в таком случае потребитель вправе требовать неустойку в размере 1% за каждый день от стоимости товара. Если же потребитель заявляет требования, связанные с оказанием ему ненадлежащих услуг, то в таком случае пение может достигать 3% в день. И есть еще также неустойка, связанная с несвоевременной передачей оплаченного товара. Она составляет 0,5% в день. Следует отметить о том, что штрафы, пение и иные неустойки не могут превышать сумму товара. То есть, если вы товар приобрели за 10 тысяч рублей, то есть сумма неустойок либо штрафов или каких-то иных санкций... Нет, немножко не так. Выплаты, да, Алик? Следует отметить, что сумма неустойки не может превышать стоимости товара. То есть, если вы приобрели, допустим, товар за 10 тысяч рублей и требуете неустойку, то неустойка не может превышать 10 тысяч рублей. Кроме того, за неудовлетворение требований потребителя суд может наложить также штраф в размере 50% от суммы всех удовлетворенных требований. Все эти пении и штрафы, они очень сильно финансово влияют на продавца и являются таким стимулирующим моментом для того, чтобы продавец добровольно договорился с покупателем и удовлетворил его требования. Роман, а в каких случаях покупатель может претендовать на возмещение морального ущерба? Значит, действительно, есть такая практика и сейчас установлена и применяется судами о том, что в случае неудовлетворения в добровольном порядке требований потребителя это является безусловным условием для взыскания компенсации морального вреда. Другое дело, что эта компенсация морального вреда, она, как правило, небольшая. То есть, может начинаться от 500 рублей и до 1000. В редких случаях она может быть большей. Ну, например, да, какие могут быть примеры таких взысканий? Например, вы приобрели телефон, значит, и, как указалось в примере, обратились с претензией, ваши требования либо не рассмотрены, либо рассмотрены, и вы получили отказ. Сейчас в судебном заседании установлен производственный дефект или брак, в связи с чем суд принимает решение взыскать сумму, уплаченную за телефон, взыскать пенни за телефон. То есть, если срок уже достаточный, то в сумму не более стоимости самого телефона. И на эти издержки также, и на сумму этих требований 50% штрафа. То есть, в общем-то, это какое-то затраченное время компенсируется? Не обязательно, чтобы на тебя кто-то кричал или ругался, да? То есть, моральный вред, это немножечко другое, чем... Моральный вред, да, немножко другое. То есть, компенсация морального вреда подразумевает то, что мы претерпели какие-то нравственные, может быть, даже физические страдания. Вот. Суд дает оценку таким нравственным физическим страданиям, оценивает ее в денежном выражении и взыскивает с продавца. Роман, я предлагаю перейти к нашей рубрике «Видео вопрос». Давайте узнаем, о чем хотят спросить возгорожане. Покупала лак для ногтей, а цена на витрине и в чеке разительно отличались. Вернуть мне деньги сразу отказались, сказали писать претензию. Скажите, пожалуйста, могла ли я сразу настаивать на возврате денег? Очень часто такие возникают нюансы, скажем так, и у меня такое было. Когда приходишь в магазин, то есть, посмотрев на товар и обратив внимание снизу на цену, то есть на касте выходишь, что цена другая. Необходимо обратиться тут же, необходимо обратиться либо к администратору торгового зала, либо к иному лицу, кто эти вопросы рассматривает, и указать на это. Но в таком случае нужно зафиксировать о том, что эта цена, которая указана на прилавке, она не соответствует той цене, которую вам пробили в чеке. И если это будет зафиксировано, тогда, конечно, можно будет потребовать возврата уплаченных денежных средств, либо требовать, чтобы вам товар был продан за ту сумму, которая указана на ценнике. Но если же, конечно, вы, скажем так, обнаружили это дома, и когда придете к ним, и у вас не будет доказательства того, что на ценнике была другая сумма, вам сложно будет это доказать. То есть нужно сразу обращать внимание на этот момент. И если вы увидели о том, что вам в чеке пробили другую сумму, то нужно сразу обращать на это внимание и сразу же требовать возврата денег, либо чтобы товар был продан по той цене, по которой он заявлен на ценнике. Ну, по сути, продавец должен это сделать сразу. Да, конечно. Мы не должны писать претензии, обращаться в суд. Нет, не обязательно. То есть можно обратиться к администратору, либо еще к кому-то, чтобы устно обратиться. В больших магазинах самообслуживания, как правило, бывают такие случаи очень часто, когда под товаром написана одна цена, оказывается, что это не неверная цена, а цена другого товара, который находится на другом конце стенда. Объясняют продавцы, что нужно спрашивать, нужно обращаться к ним и уточнять. Вот это правомерно или все-таки картинка должна соответствовать? Это не совсем правомерно. То есть есть такое понятие информация, которую использует покупатель при принятии решения, приобрести ему этот товар или нет. То есть важной к такой информации является его цена. То есть если цена написана одна, а по факту ему реализуется за другую, то это нарушение, безусловно, его прав. И, скажем так, нельзя менять вину покупателю то, что он не обратился и еще не уточнил у кого-то, у продавца или у консультанта. Или там не сверил код, какие-то другие показатели. Да, то есть он обходится тем, что он из данной обстановки понимает, что цена товара такова и этим руководствуется. То есть получается, если не вернули товар сразу или не обменяли на другой, цена которого соответствует указанной, а потом, если дело дойдет до суда, допустим, можно будет вменить это как моральный ущерб? Можно будет в любом случае. Если суд установит и признает ваши требования правомерными, то однозначно удовлетворит и моральный вред. Давайте посмотрим следующее видео. Пошла в магазин и поскользнулась, упала, ногу ушибла. Могу я или куда-нибудь пожаловаться? Возможно ли требовать компенсации действительно в таком случае? Возможно требовать компенсации. Есть несколько таких известных примеров и в мировой практике, и уже у нас в России, что когда потребитель, находясь в магазине или, следуя в какое-то учреждение, получает травму. Необходимо действительно обратиться к той организации, в которой эта травма была получена. В данном случае, если повредили ногу, во-первых, нужно зафиксировать вред причиненный, собирать все необходимые документы, чеки на лекарства. Прежде всего, нужно кого-то попросить сфотографировать, когда ты упал, или как доказать, что ты именно здесь упал? Может быть, это не совсем будет способствовать обстановке, когда вы действительно получили травму. Можно это сделать после. Если вы упали из-за плитки, то я не думаю, что на следующий день там будет новая плитка. Можно будет прийти позднее, либо попросить кого-то, чтобы было сфотографировано это покрытие. И потом уже обратиться с претензией, чтобы был дан ответ. И если покрытие использовалось не то, не предназначенное. Хочу привести пример. У нас в Архангельске произошел. Один гражданин следовал в кредитную организацию, и на крыльце этой организации подскользнулся, упал, получил травму. Соответственно, также обратился с претензией в эту кредитную организацию. И в результате, когда рассматривалась претензия, его требования не были удовлетворены. То есть последовал иск. И когда иск рассматривался, было установлено, что использовалось покрытие этого крыльца не то, которое необходимо было использовать. С учетом температур, которые у нас, с учетом иных факторов осадков, снега. То есть было установлено, что потребитель в данном случае получил травму из-за ненадлежащего покрытия этого крыльца. И его требования были удовлетворены. Но это опять же все в судебном порядке чаще всего, и дело не быстрое. Да, вот такие случаи действительно в судебном порядке. То есть организации, продавцы, либо какие-то иные лица, они еще стараются, скажем так, отбиться от потребителей вот с такими требованиями. То есть ссылаясь на то, что нужно больше осмотрительность проявлять, либо как-то следить за своими движениями и так далее. Роман, время нашей беседы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за интересный и очень полезный разговор. Спасибо. Смотрите нашу программу, и вы будете знать больше о ваших правах. Увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и Первом Сетевизоре. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин